Вопрос этот и задаю, потому что это сразу что возникает... На тот момент, как я вела «Железные леди», я была руководителем РТ уже... Так, это был какой? Если я была беременна, значит, это был 13-й год. Значит, я была руководителем РТ уже 8 лет, и я жила в 100-метровом домике, купленном в ипотеку, в 63-х километрах от МКАД. И каждый день ездила, поскольку Новая Рига ремонтировалась, три часа в один конец и три часа обратно на работу и с работы. Но, наверное, за 8 лет, если бы были какие-то легальные способы зарабатывать, я бы заработала. Но легальных способов не подразумевается, нелегальными я не занимаюсь. Верю. Этот проект, который назывался «Железные леди», изначально планировалось называть «Кавказские овчарки». Ну, это была одна из версий, которую мы прочитали в СМИ, что, оказывается, планировалось называть «Кавказские овчарки». То есть это не было в проекте такого, наверное? Может быть, это было в проекте, но это не было в проекте у нас. То есть проектами занимается много людей. Не мы его придумали. Нас позвали на готовый проект. Нас с Тиной нам сказали, вот, будете вести. Это же не мы придумали. Встретили с Тиной за чашкой кофе и сказали, а давай-ка придем делать проект. Мне позвонил Кулисиков и сказал, вот, есть такая идея. Я как раз тогда в отчаянии думала, где мне искать еще ипотеку, или еще кредит, или еще что-то, чтобы построить какую-то там баню на своем участке, потому что мне рожать, а кто будет сидеть с детьми? Там, дядя с тетей, я давно договорилась со своей тетей, что она придет ко мне работать няни, но ее надо было куда-то поселить. В общем, и так все совпало прекрасно. Я к чему захожу от кавказских овчарок? Это потому что на грани политкорректности было бы, если бы вышел вот такой проект. А вы вообще человек политкорректный? Как вы вообще к идее? Нет. Вы не политкорректный? Нет. А что вы такого не политкорректного сказали или сделали в своей жизни? Отвечайте за свои слова. Вы же сказали, что вы не политкорректный. У меня, я думаю, я вот сейчас, я отвожу взгляд от вас. Когда я отвожу взгляд от вас, значит, я думаю, я углубляюсь в закоулки памяти. Я могу очень жестко и не политкорректно шутить. Меня это не смущает. Я могу быть очень резкой. Резкой не в смысле агрессивной, а в смысле не выбирающей выражений. И меня политкорректность достала еще в моем подростковом возрасте, когда я училась в Америке. У меня волосы дыбом стояли от политкорректности. И она у меня, как многое в подростковом возрасте, что на тебя вдруг наваливают, как абизон, это у тебя вызывает отторжение. В подростковом возрасте дети склонны уходить от религии, в которой они были воспитаны. Дети склонны все, чем их учат в школе, делать наоборот, бунтовать. Я вдруг в 15 лет попала в невероятно политкорректную среду, которая... Это по обмену, да, вы в Америку? Да. Мне показалось, очень многие проявления этого мне показались глупыми. И мое нутро взбунтовалось. Поэтому нет, я по современным меркам, я не политкорректный человек. Ну, я, конечно, сложно, наверное, меня назвать хамом трамвайным, но я не... Мне кажется, в этом много лицемерия. Вот. А вы сказали, что вы можете... Я имею в виду в политкорректности. Я понял. Она очень часто переходит за грань лицемерия. Да, это ханжество абсолютно, чаще всего. Согласен с вами. Ваш круг общения, это в основном люди из медийки, журналисты или нет? С кем вы общаетесь, помимо работы? Ведь вы же не 24 часа в сутки работаете. Да, много журналистов, много киношников, потому что... Тигран Тесаян, да, это слово такое. Но, естественно, это наш общий дом, мы живем вместе, и в дом больше приходят, наверное, его друзей, чем моих друзей. Соответственно, мой круг общения очень изменился. Вообще у нас круг общения огромный, там кого только нет. Это люди, которые вхожи в дом, скажем, это я назову кругом общения. От рестораторов до... Вы бы назвали несколько имен хотя бы, чтобы какое-то у меня представление... Ну, пожалуйста, ближайшие друзья Тиграна. Андрей Делос, крестный его дочери. Вот это мы вспомнили ресторатор. Делос, крестные дочери Тиграна? Да, крестные дочери Тиграна, да. Юра Стоянов у нас почти каждые выходные, он это называет «столовка у Симонян». Потому что я люблю готовить, как известно, я в Твиттер публикую рецепты. И действительно, я все сама готовлю каждое воскресенье, когда у меня это получается. И всегда мы зовем Стоянова, он самый благодарный едок. Он ест из известных людей. Федя Бондарчук, с которым Тигран провел вместе юность. И у них такая очень язвительная, интересная, прикольная дружба. Мои друзья Андрей Кондрашов, наверное, знаете, он как раз... Да, да. Я не знаю, он считается вашим руководителем или нет. Но он главный редактор ВГТРК. Кстати, ВГТРК, да, точно. Да, мы с ним вместе работали в Пуле и прошли с ним многое тоже в моей юности. Это когда я только переехала в Москву, мне было там 22 года. Мои одноклассницы, которые некоторые из них теперь известны... Краснодарские одноклассницы? Да, Краснодарские. Вы какой-нибудь фильтр ставите для людей, которые пускаете в свой дом? Я имею в виду идеологический. Вам все равно человек этот крымнашист или, напротив, придерживается радикальных либеральных взглядов? Лишь бы он был вам понятен, близок и приятен? Слушайте, отец... Или для вас вот эта идеологическая составляющая имеет значение? Никакого. Отец моих детей, когда мы с них познакомились, придерживался... Тигран Киасая? Да, радикальных либеральных взглядов. А сейчас изменил? Во многом изменил, да. То есть душите? Не в этом дело. Но, слушайте, я тоже когда-то придерживалась радикальных либеральных взглядов. Не придерживаюсь. Вы знаете, это же Климанцов сказал, если в 20 лет ты не либерал. Это Климанцов сказал, да? Приписываю Черчиллю, да, сказал Климанцов, что если в 20 лет вы не либерал, у вас нет сердца. А если в 40 ни консерватор, ни от мозгов. Да, то у вас нет мозгов. Так что понятно. Человек же меняет свои взгляды под воздействием информации. У человека появляется новая какая-то информация. Вы ведь являетесь поставщиком информации как раз. То есть получается, что вы, наверное, на Тигране Киосаяне отрабатываете свои арти-технологии. Ну, во-первых, я, мой образ жизни. Для Тиграна было колоссальным шоком, когда он первый раз приехал ко мне в эту мою избушку на курьих ножках в 63 километрах от МКАД. И он, когда уже переехал ко мне жить на своей роскошной Мазерате, пробираясь пробкам в мой этот домик, он мне говорит, а почему у тебя нет штор? Я говорю, ну ты знаешь, те шторы, которые я хочу, они стоят 5000 долларов. А я еще не накопила 5000 долларов на шторы, поэтому накоплю еще повешу. Он на меня смотрит, говорит, ты сейчас меня за идиоты держишь или за кого? У тебя бюджет миллиардный ежегодный. И я говорю, ну это же бюджет, это же не моя зарплата, я же не отрезаю от этого бюджета кусочки себе в карман. Он был этим потрясен. И когда он стал со мной жить и видел, что все это правда, что действительно есть люди, которые работают на государство, при этом государство не воруют. И вообще так бывает. У него что-то начало, мне кажется, меняться в голове, потому что в его картине мира такой фейсбучно, и там, ну не буду называть название издания или там имен в его окружении, да. В его картине мира так не может быть. Так не может быть. Все государственники, они продажные, они работают только за бабки, они или воруют, или им в открытую платят какие-то немыслимые деньги. У них у всех виллы за границей и прочее. Я не говорю, что так не бывает. Так тоже, конечно, не бывает. Но это не просто не у всех, а у подавляющего меньшинства так счастливо сложилась судьба. Те ребята, с которыми я всегда работала в государственных СМИ, которые продолжают там работать, живут обычно. Обычно. Вы знаете, я с Колесниковым, когда беседовала его очередной 150-й книжке о Путине, я спросил, не кажется ли ему, что вокруг Путина нет запутинцев. Что люди, которые вокруг президента, это в основном такие прагматики. То есть люди очень с бизнес-мышлением. Вас можно назвать человеком, который из близкого круга? Это неправда. Неправда что? Что вы из близкого круга или неправда, что вокруг Путина нет запутинцев? Что я из близкого круга, это вообще просто смешно. Нет? Да. Все время фотографиями мелькают. Мама Арго с Путиным. Ну, на официальных визитах, когда он дважды приезжал к нам на РТ, еще приезжал к нам в РИА за 12 лет. То есть тот самый секретный телефон мобильный, по которому вы можете в любой момент позвонить. Слушайте, вы не поверите. Мне этот запрос задают второй раз за неделю. Причем мне до этого его не задавали ни разу. Вы что, сговорились? Первый раз мне его сдала журналистка CBS. Есть ли у вас телефон, по которому вы звоните Путину? Я не знаю многих журналисток CBS, но это вот не знаю о ком речь. Давайте я так спрашиваю. Как вы сами думаете, у меня есть телефон, по которому я могу позвонить Путину? Ну, какой-то и есть, да. Я уж не знаю. Я думаю, что у Путина вряд ли один телефон. К сожалению, вы очень ошибаетесь. Я ни разу в жизни не говорила с Путиным по телефону никогда в своей жизни. То есть, если надо что-то донести до гаранта, вы Пескову сперва набираете? То есть, как это работает? Ну, что значит, надо что-то донести до гаранта, например? Неужели ничего не бывает такого, о чем надо бы Путину, чтобы Симонянцев что-то сказал Путину? Никогда не возникает таких ситуаций? Я вам скажу, значит, раз или два раза в год, чаще два раза в год, Путин собирает ужин с представителями телевидения, где обычно бывают главреды и ключевые ведущие. Ну, то есть, например, Владимир Соловьев, вот там можно задать вопрос, который тебя волнует. По моей работе у меня было, вот на Валдае сейчас я задала ему вопрос, то есть я попросилась у строителей Валдая и сказала, ребята, мне нужно задать вопрос Путину по поводу нашей ситуации в Америке, как будет отвечать Россия. Ну, мне важно знать его мнение, понимать. У меня нет другой возможности задать ему этот вопрос, кроме как вот напроситься на какое-то мероприятие и задать этот вопрос, как люди делают на пресс-конференции. По моей работе, встречи с президентом, у меня бывают раз в несколько лет. Хорошо, Пескову в любой момент можете позвонить? Песков мой друг. Ему я могу позвонить. Песков был моим другом, когда он еще не был Песковым, а я еще не была Симоня. Да, мы, поскольку я работала в Пуле, и я была просто журналистом в Пуле, а он тоже был просто сотрудником пресс-службы, он не был пресс-секретарем или руководителем. Мы все время оказывались вместе в командировках, часто куда-то ездили, подружились и с тех пор дружим. Поэтому я ему могу позвонить поэтому. Это могу. Но это совершенно не значит, что он что-то донесет до Путина, во-первых. Во-вторых, я никогда этого не делаю. Я никогда не прошу Пескова ни о чем по работе. Я верю. Мы обсуждаем детей, жен, мы вот ужинали вместе позавчера. Да. До какой-то был... А, ну, собственно, в празднике. Да. Да, разошлись мы в 2 часа ночи, но мы вообще не говорим о таких вещах. Мы говорим там о Тане, о прекрасном. О прекрасном. Вы пиваете? Конечно. А вы пьющий человек? Я странный на это дам ответ. Я очень много могу выпить, как представитель такой кавказской семьи. Но я ни разу в своей жизни не была пьяной. Никогда. Я даже не знаю, как это. Никогда в жизни. Мои друзья мне говорят, дай мне, одолжи мне свою печень. Да я бы тоже попросил кусочек. Царство Небесное Лесин Михаил Юрьевич, он все время говорил, одолжи мне свою печень. Потому что он видел, что мы оказывались с ним в каких-то мероприятиях на вечерах, и я могу выпить очень много. Но я при этом пью просто как компот. А вообще, армяне, они сибориты. Вы себя ощущаете представителем этноса? Или вы просто, как любой русскоговорящий интеллигент, просто русский человек? Или вы все-таки помните про свои армянские корни? Ну, я, безусловно, россиянка, и мой родной язык русский, и моя родина Россия. Но также, безусловно, я армянка. Я чистокровная армянка. Во мне нет никакой другой крови. Вы по-армянски говорите? Нет, не говорю. Нет, ну, какая же вы армянка? Но дети мои говорят. Да не может быть, а кто их? Тебя сами научат? Нет, вот как раз этот мой дядя, которого благодаря программе «Железные лети» я из его коммуналки на Тверской перевезла вместе с его женой, с моей тетей, домой. То есть они как гувернер и няня моих детей. Вот он их научил армянскому языку. А он говорит, он из Еревана. А в Армении часто бываете? В Армении до Тиграна я была один раз в жизни с Путиным в командировке два дня. Ну, так. В Пуле, когда я работала, и у него был визит. И, собственно, я ничего не видела. Я видела в основном Путина в этой командировке. Что он запомнился в Иване? Путин? Понятно. Потому что, ну, ты с утра стоишь со своими вот этими вот теми камерами, микрофонами, ждешь визита. Потом визит случился, ты бежишь на монтаж, что-то пишешь, монтируешь. На следующий день визит продолжается. Что ты видишь из Армении? Ну, армяне вокруг, да. Ну, у тебя нет времени даже поговорить. Продолжение следует...